Девушки отдыхают Кто-нибудь был? Вот, было несколько человек Вы эти новости уже видели Остальные их не знают Итак, новость номер один Мало кто из вас знает, но стартап-шоу Каким-то чудесным образом Начало масштабироваться И на сегодняшний день мы продали франшизы В Дубае, продали в Израиле Также продали в Петербург И вот одно из мероприятий Прошло в Питере 15 марта Такое небольшое отчетное видео О том, как это проходило Причем так интересно Что среди гостей на сап-шоу в Петербурге Был человек, который использует Хэштег «Главный по стартапам» Вот это было самое такое Ну, яркое и запоминающееся Кстати, девушка на экране Это победительница сап-шоу А супергость у нас был Николай Лебедев Это основатель корпорации «Транзас» Еще чем было уникально Тем, что буквально через неделю Или через две Ведомости написали, что компания «Транзас» Продана Финнам за 270 миллионов евро Класс! Я, конечно, понимаю, что стартап-шоу Практически, ну, такой Продюсер, можно сказать Но чтобы настолько продюсировать Я даже и подумать не мог Вот непосредственно Ульяна Миле Ее проект «Биг Эппл» Как бы странно ни показалось Но вот на экране вы видите Яблоко плюс карамель Плюс орехи Равно большое вкусное яблоко Вот этот проект Стал победителем стартап-шоу в Питере Ну, вручение вы видите Парень вообще с грустными глазами Стоит такой вот этот Прям расстроенный Глаза печальные Следующая новость То, что совсем скоро Очень скоро Сатапшоу пройдет в Дубай Мы вот искренне надеемся Что у нас будет Прежде всего Это Мениханов Рустам Нургалевич Президент Татарстана И Абдулла Султан Бен Саид Аль-Мансури Вот такие вот люди Предстоят у нас На Слабшову в Дубае Следующая новость Ради которой Я прям вот Ну, с радостью могу объявить Что у нас присутствует Григорий Аветов здесь Да Директор, правильно я называю? Директор бизнес-школы Синергия Верно? Верно И вот У меня возникла идея Я предложил ее Григорию В плане того, что Почему бы не запустить Премию Причем международную премию В области цифровой экономики По сути Это стадион На который приезжают Сто единорогов Со всего мира На разогреве играет Металлика А в финале Играет Юту И все это происходит В Татарстане В течение трех дней Мне кажется Не самая плохая идея Ну а если там еще будет Робинзон Круза Тони Робинс Если будет там Собственно говоря То вообще будет класс Мне кажется Астана Пролетит Татарстан Те, кто не был В Москве Поэтому Может быть 2 сентября В Татарстане Пройдет Первый Стартап Старс На Казань Арене Сегодня достаточно Уникальный день Это еще одна новость У нас будет голосование Поэтому скоро Я прошу всех вас Доставить свои смартфоны И пройти на один сайт Но когда он появится Я вам покажу Мы первый раз тестировали 25 апреля Наша бета-версия Будем тестировать сегодня Ну а это то Ради чего здесь сегодня Все мы собрались В общем мы специалисты По заставкам Надеюсь вы поняли Мы любим покреативить Вы не видели тизер Какой мы сделали Алексею Морею Когда он еще был Главой Альфа-банка Так получилось Что Алексей Согласовал нам дату За 5 месяцев Он сказал Давай вот 13 числа Могу в пятницу Я только ближе к мероприятию Подумал Блин Пятница 13 Почему бы его Вот это вот Обычное скучное Офисное видеоприглашение Где он столом сидит И там что-то приглашаю У вас на стартап-шоу Не сделать в формате хоррор Я вам сегодня показывать не буду Потому что это экспромт Я просто вспомнил его Но По-моему получилось тогда Очень круто Посмотрите на нашем канале В ютюбе Оно прям там где-то Написано Запрещенное К показу видео Альфа-банком Специальные гости Сегодня Которые у нас есть К чему я очень рад Одного вижу Второй где-то в прок Полуждает Григорий Аветов Директор школы Бизнес-синергия Правильно Директор школы Бизнес-синергия Вот Вот так Бизнес-синергия Что ты рассказал Слушай, а что если Зарегистрируют школу Бизнес-синергия Прикинь Вы меня засуете Черт Я думал только Я один люблю Вот эти бумажки Отсылать там Типа Андрей Свинцов Депутат Госдумы Российской Федерации Заместитель председателя Комитета Госдумы По информационным Технологиям связи Скоро приедет Кстати, он может сказать Что наш такой Наше мероприятие И самое интересное Что он действительно Помогает нашим Стартапам Продвигаться Вот в структурах Так сказать Нашей власти Прямо вот пуш Так двигает Ух Инвесторы Вот они тут сидят Такие замечательные Великолепные Кто же у нас тут есть Николай Крайнов Николай Вот Николай Президент инвестиционной группы Покро А дальше Юрий Слинкин Директор по развитию Акселераторов Иберлик Вот он Здесь вот А еще у нас есть Сергей Четвериков Директор Старттрек Фри Видимо в пробке Где-то едет Но написал Что едет Константин Надиненко Директор по венчурным Инвестициям ЗАО Лидер Вот человек Анна Мусина Инвест Эндвайзер Форт Рос Венчурс Вот она Форт Рос Венчурс Это фонд Сбербанка И Альман Казимов Венчурный инвестор Вот здесь Альман Каждый раз Пуществует наше мероприятие И каждый раз сидит в мамбе Кому ставят лайки И супер гость Анатолий Поднимайтесь к нам Анатолий Можно чуть погромче нам Из тробоскопика Выдайте Анатолий Попов Старший Вице-президент Сбербанка Супергость Сегодняшнего вечера Анатолий Так еще Никто не выходил На стартап-шоу Представляете Я передам вам микрофон Инвесторам Обычно Всегда обещают Золотые горы Надеюсь Что Лучше всего Выходить Из этого Зава С таким ощущением Золотого дождя В этом смысле Этого слова Было бы круто Смотрите Анатолий У вас будет сегодня С одной стороны Сложность С другой стороны Очень простая задача Вы практически Весь вечер Сегодня проведете Вот за этим Замечательным столиком Вот здесь На этом Замечательном стульчике Собственно говоря И все Что вам нужно сделать Будет сейчас Это вот В вашем смартфончике Прослушав каждый стартап Помечать себе Некие плюсы Некие минусы В конце же шоу Вы выберете Третье место Второе место И первое место Ну надеюсь Что первое место Получит Вот все то Что вы обещали на видео Что так сказать Под свое крыло Скромное Достойное Если будет То возможно Конечно Только если достойное Поэтому Анатолий Занимайте ваше место Спасибо Да Так ну А мы потихонечку Движемся вперед И Как бы ту страну Не показалось Анатолий Сейчас будет Нечто уникальное Для вас И для меня Это наш С вами Блиц Да Это будет Блиц Заметили Кто раньше был Новая рубрика появилась Как я оформил Прикольно Анатолий Вы можете прямо там Пребывать Я буду здесь На сцене Блиц Это вопросы Ответы Причем Ну Я вам задаю вопрос А вы в течение Одной минуты Можете на него так Развернуты Не очень Поехали Поехали Итак Что нужно Для прорывного развития Предпринимательства В России Предприниматели нужны Как минимум Профессиональные Ну говорят 5 миллионов Говорят По статистике Минэкономразвития Нету Пяти миллионов Нету Нет пяти миллионов К сожалению Меньше гораздо А по версии Сбербанка Вот сколько Сбербанки Малых предпринимателей Ну Если говорить Про активную Клиентскую базу То мы считаем Предпринимателей Которые за три месяца Сделали один банковский перевод Тот считается активным И таких предпринимателей По нашим данным Чуть меньше трех миллионов Чуть меньше трех миллионов Окей Как Сбербанку Достичь уровня Конкурентоспособности Который позволит Банку соперничать С технологичными компаниями Оставаясь лучшим банком Для клиентов В общем Как будете конкурировать С Амазоном И остальными Ну я наверное не открою Америке Самое главное Повышать компетенцию Наших руководителей Для того Чтобы они Могли Не просто командовать Подчиненными А руководить разработкой И делать качественный продукт Собственно А так дальше И поконкурировать сможем Обзор Делает энтач Про цифровой банкинг В России Последний Поставил Россию В первую пятерку Европейских банков По развитию цифрового банкинга Впереди Германия Англия И других Очень уважаемых стран Так что У нас все хорошо Потому что В том числе У нас есть много Пока прибыльных банков Европейским банкам Просто очень тяжело Мигрировать У них с деньгами Туго На текущий момент Действительно туго Потому что Регулирования много И не так просто Трансформироваться Так Какие технологические тренды Будут являться ключевыми В сфере поддержки Малого и среднего бизнеса В Сбербанке В ближайшие 3-5 лет Наверное самое простое Чтобы Америку не откроют Чтобы весь сервис Действительно был доступен онлайн И не надо было клиентам Дергаться с бумажками В отделение И в офисы Ждать курьеров То есть Те банки Которые смогут Эту трансформацию пройти Ну они очевидно выигрывают Второе Это доступность финансирования Все таки Ну банки очень неохотно Финансируют малый бизнес Я могу сказать Почти не один банк Фактически не финансирует Малый бизнес Де факто Сбербанк Финансирует Очень активно Финансирует Наша рыночная доля За прошлый год Выросла на 6% В субъекте финансирования МСП Составляет 30% Продолжает расти То есть Каждый третий кредит Субъекта МСП Выдаёт Сбербанк И мы Очень оптимистично Смотрим на это Потому что Мы научились удавать Без проблемных кредитов Да Это Большое достижение Сейчас об этом поговорим Кстати Без проблемных кредитов Это Большая возможность Круто Расскажите про образовательную платформу Деловой среды В чём её ценность И уникальность Собственно Это связка с вопросом Номер один Чем надо помочь Российскому предпринимательству Но у нас Предпринимательство На энтузиазме Когда мы хватали Бауа и куда-то ехали Оно уже прошло И рынку нужны Профессиональные предприниматели Во всех смыслах этого слова Мы Собственно Посовещались С коллегами по цеху С образовательными Учреждениями Бизнес-школами И поняли Что Наверное Нет на текущий момент Ни одной площадки Которая бы Предоставляла бы Потенциальному предпринимателю Или сотруднику компании Место Где он мог найти Полный образовательный контент Для своего развития Начиная От вдохновения Про открытие бизнеса Заканчивая Ну понятно Структурированием компании Её бизнес-моделью Целевой аудиторией Инструментами операционного управления HR менеджмента Финансового менеджмента Риск менеджмента И заканчивая Продажей компании Доли компании Выхода из компании Закрытие бизнеса Вы знаете Что у нас в России Бизнес открыт стоит Там 6 тысяч рублей Там регистратору надо заплатить Плюс пошлина 4 тысячи Итого 10 А вот выйти стоит 100 Примерно Такая расценка Юридический адрес в Москве Стоит там порядка 30 до 60 То есть Все эти нюансы Мы учим людей Как Сделать это эффективно Это учит не Сбербанк Учит у каждой категории Их там 12 Есть свой собственник Профессиональный бизнесмен Гуру в этой отрасли И мы верим в то Что эти гуру Смогут передать свои знания Начинающим предпринимателям Круто Мне кажется Платформа бесплатная Класс Мне кажется Что-то похожее Вот я видел на Сайте Как раз Синергии Там тоже такие 6 или 8 квадратиков Начиная с Создания юрлица И Ну и Заканчивая продажей Компании Что нужно сделать Чтобы предприниматель В России Был национальным героем Как например В Китае Где на каждом углу И со всех экранов Ищает о бизнесе Основатель Альбабы Группы Джакма Ну это большой Наверное вопрос Пропаганды Предпринимательства Которые мы в том числе Сегодня вечером С вами делаем Я считаю Что действительно Предприниматели Герои Очень много героев И вот Ну мне По счастью Моей работы Получается Сталкиваться с людьми Которые не просто Сделали свое дело Ну и например Нашли международный успех Вот например Есть там Компания из Удмуртии Которая научилась Детские комоды Поставлять на европейский рынок И поставляет фуру В день Этих комодов Да И Я считаю Что У наших предпринимателей Есть гигантские возможности А Существующая ситуация С рублем Она открывает В том числе И внешние рынки Для большинства Просто многие еще Как бы не привыкли Работать на внешнем рынке Но Мы видим все больше и больше Предпринимателей Которые Ищут Выходят И начинают Экспортировать Свою продукцию На внешний рынок Что я считаю Большой возможностью Основные ошибки Которые не нужно Совершать бизнесу При работе Со Сбербанком Да я Как бы Тут наверное Простая Береги честь С молоду Вот Надо Соблюдать Взятые на себя Обязательства И тогда Банк Безусловно Ответит Заимностью Мы заинтересованы В каждом клиенте И Те Дисциплинированные Клиенты Которые с нами Годами И там Некоторые Десятками Уже лет Очевидно В трудной ситуации Которая может Рынок Там попасть Или Какая-то Володильность Крупная Мы обязательно Таких клиентов Поддержим И нам очень важно Видеть коммитмент Собственника Ну то есть Мы очень не любим Например кредитовать Без конечного Поручительства Бенефициара Или там Главного Учредителя То есть Мы такие кредиты Например не любим Мы считаем Что человек Который не отвечает Лично За происходящее В его компании Ну это большой риск И мы предпочтем Свой рубль отдать Тому Кто Лично И персонально Несет свою ответственность За свой бизнес Я правильно понимаю Что Сбербанк Ну как и многие Компании Тем более Айтишные Он В настоящее время Тоже трансформируется И на сегодняшний день Все-таки На первом месте Стоит Не кредит То есть Не деньги А тот Кто получает Эти деньги Потому что Действительно Зачастую Компания может Работать Не знаю Год Два Три Там Исправно платить Не знаю Кредит И то-то И все Потом бах Что-то происходит Какая-то сложная ситуация И банк В этом случае Говорит Ну извини Это твой бизнес Это бизнес риски Или же он Все-таки Рассматривает Каждую ситуацию Пытается Вникнуть В реально Создавшуюся Проблематику Потому что Может быть Это там Действительно Феррист А может быть Действительно Какая-то ситуация Которая требует Помощи И поддержки То вот Сейчас Сбербанк В большей степени Эта машина По формату Это твои проблемы Потому что Твой бизнес Или все-таки Это уже Трансформация В сторону Давай-ка посмотрим Как эту проблему Можно решить вместе Я еще раз Навернусь К нашему Профильному бизнесу Наш профильный бизнес Не нагребать Чужие проблемы Себе в баланс И Очевидно Если у бизнеса Есть ясный Понятный Собственник Менеджмент Который Предполагает Предлагает Определенный план Реструктуризации То нам Конечно Проще Выгоднее Этот план Обсудить Его Утвердить И согласиться Когда Люди ведут Переговоры Из-за границы И У них Ручки Вот они У нас есть Там компания Которая Тонет Ну конечно Тогда Приходится Как-то Идти на крайние Меры И уже Работать Как называем С проблемным Активом Ясно Насколько Легко Получить Кредит Звербанке Айти Компанию Которой Нет В залоге Земли Недвижимости Автомобилей Но есть Патенты И перспективы Как Пример Anyway Anyday Shazam Telegram Хороший Хороший вопрос Все Таки Ну Павел Доров С Telegram Получить Кредит Сбербанке Да Наверное Вопрос То есть Инвестиции Да Наверное Кредит С этим Сложнее Но Возможно Какую-то Комбинацию То есть Наверное Комбинацию Да Потому что Все-таки В любом Стартапе Самое важное Эквити Апсайт Если мы Идем В какой-то Рисковый Проект За которым Ну и Даже вопрос Интеллектуальной Собственности Всегда В России Остается Достаточно Открытым То И Собственно Для нас Наверное Самое важное Это Эквити Апсайт Который Мы получим Не Доходность По процентным Платежам Которые Мы можем Получить А если Риск Рассматривать То Наша задача Не кредитовать Под 50% Годовых Чтобы утопить Стартап Из-за того Что расходы На обслуживание Долго Будут Очень высоки Бывают Такие кредитные Ставки К счастью Нет Мы понимаем Что это Как-то Это очень дорого Да Игра в одну сторону Короче Да Отдал и забыл Окей Так Как сейчас Выглядит Спрос Что нужно Потребителю Ну в данном Случае Клиентам Сбербанка Что им Вот нужно Какой спрос На что Очень просто Мы для себя Сформулировали Клиенту Нужно Так Сделать Чтобы ваш сервис Был незаметным То есть Если ему надо Париться На тему Вашего сервиса Значит у вас Ну как бы Проблема То есть Если Клиент Например Вынужден звонить В контактный центр И там Висеть на трубке Уточнять Не понимать Или ходить Ножками в отделении Ну это Значит проблема Значит мы должны По-другому работать И наверное Вот этот Симлис Как бы Переход от Клиентского Бизнеса В наш Чтобы клиент Занимался Своими Ну наш клиент Занимался Работой Со своими Клиентами А не Работой Там С банками С налоговой Там С прочими Организациями Это наша работа Мы хотим Сделать так Чтобы ему Было Удобно Как Сбербанк Использует Или планирует Использовать Технологии В блокчейн Ну в первую очередь Мы верим в то Что в какое-то Ближайшее будущее Платежи Будут осуществляться С помощью Этой технологии Я думаю Что Здесь предприниматели Здесь в зале Присутствуют Восновенно удивляет Почему P2P перевод Который вы делаете В системе Сбербанк Онлайн С помощью Нашего Мобильного Приложения Доходит До получателя За секунду А свифт Перевод Заходит На следующий день А иногда Через два дня Меня это удивляет И очевидно Рынок Как бы это сметет Очевидно Если блокчейн Станет той технологией Которая поможет Это сделать То это будет супер Потому что Достаточно прозрачная Ясная технология У нас же есть опыты Мы делали Некие пилоты Перечисление В Сингапур В другие места Пока Наверное Самая большая проблема За этим Это вопрос Юридической значимости И признание Соответственно Всеми сторонами Это как С шленой транзакцией Что есть Например В системе Свифт Если вы отправили То С уверенностью Можно сказать Что деньги Дошли до получателя И это законно И это Будет принято На таможне Везде Во всех необходимых Регуляторах В налоговых органах Здесь большая работа Предстоит Но я думаю Года за три Эта работа утрясется Во сколько Икс раз Должен увеличить Свои продажи Должно увеличить Свои продажи Приложения Сбербанка Ну когда Входят в приложение Там есть Открыть там счет Закрыть счет Купить золото Не купить Есть ли какие-то Планы По увеличению Вот Ну то есть Мы самое главное В чем Что некое будущее Говорят Что оно будет Следующим Это смартфон Облако Клиент Все Следовательно Все продажи Продажи всех продуктов И сервисов Будут именно В мобильном приложении Во сколько Икс раз Здесь надо вопрос Разделить на две части Потому что есть физлица У которых действительно Все mobile first Осуществится А есть юридические лица Где пользователями Системы являются Бухгалтера Финансовые директора Человек который Ждет инкассацию Много разных Важных ролей И вот для этих ролей Я считаю Что Ну там Mobile не first Если взять наших Пользователей Бизнес приложения То Наша активная Клиентская база Порядка 4 миллионов А пользователи Мобильного приложения 250 Там с небольшим Тысяч То есть Пользуются Потому что в основном Собственники Те люди которые Акцептуют платежи Ну то есть Вот их функционал В основном Просмотр акцепт А загрузка И использование информации Все равно по прежнему Десктоп Ну и это на рабочем месте У сотрудника Того или иного Юридического лица Поэтому Пока Мобильное приложение Не является нашим Если честно Большим фокусом Работать с юрлицами Конечно У физиков Это гигантский фокус И мы по-моему Четвертое Самое загружаемое Приложение В App Store И думаю Что будем Продолжать Таковым быть Может быть Как вариант Просто подкидываю Идею Если понравится Готов даже реализовать Только что Придумал Я подумал о том Что чтобы увеличить Например Пользование Время Продолжительность Пользования Приложением Для бизнеса Возможно Туда Есть смысл Интегрировать Игровые Бизнес Механики Например Когда любой Предприниматель Может поиграть Как раньше было В монополию Играть Только в такую Монополию Что будет Если А вот Если ты сейчас Купишь себе Недвижимость То гипотетически Ты можешь Что-то То-то А если Ты не знаю Там Откроешь О и П Или купишь Там Пифыш Миф Еще что-то Такое Но все это В игровой механике Типа монополия Ну такие Механизмы Во-первых Существуют Есть стартапы Которые Скандинавские банки Там представляют Я просто название Не помню Их задача Как бы Пользователям Показывать Что бы было Если вы свой рубль Не в депозит А там Не знаю В акции Пегова дудочника Разместили И тогда У вас было бы Все И видели игровые Как бы моменты Я считаю Что может быть Это не очень хорошо Потому что Наша задача Чтобы люди Осознанно Понимая риск Принимали Инвестиционные решения И Ну к сожалению Вот Ну криз 2008 года Например Показал Когда помните Рынок 7 лет подряд Там удваился Там индексы Все росли Там индекс РТС Тогда был больше 2400 По-моему Тогда Да То есть Многие люди Приходили И потом У них было Большое разочарование Вот Наша задача Чтобы наши клиенты И не разочаровывались Поэтому Не обязательно Каждому На кончике пальцев Должны быть Доступны инвестиции Я считаю Что это все-таки Ну дело Более-менее Квалифицированных Инвесторов А как насчет Такой идеи Это я прямо сейчас Поговорю рассказывать Мне прямо в голову приходит Идея очень простая Например Вот У меня два приложения Сбербанк Физика Сбербанк Юрика Я гляжу У меня миллион Я понимаю Что под 6% Годовых Мне давать там Банку Ну как-то Не выгодно Не с руки Ну не то Потому что инфляция Собственно выше Но я был бы рад Свой миллион Раздать Например По 10% в месяц По 5000 рублей В одни руки И вот если бы В этом приложении Был бы такой сервис Допустим Один миллион Дать в одни руки 5000 рублей И просто кнопочку Дать А кто-то Кому нужен этот миллион Например Перекрыться Даже по 10% в месяц Он такой Пишет Вот мне миллион Надо взять Безусловно Вся система через Коринг И так далее Том подобные Рейтинги То еще 50 Вот идея Как такова? Ну это идея Собственно На американском рынке Много таких Компаний Они некоторые Даже единороги Та же Лендинг Клаб По моему Похожую функциональность Реализует В России есть Ну несколько Ну как бы Ну в Альфа-банке Есть там Ну даже Альфа-поток Я бы не назвал бы Это скорее Те, которые Ребята с фритом Сидят на одном месте Сейчас Ну и фактически Есть эта Краудлендинговая Платформа Но как бы Все там Можно и по 30 тысяч рублей Я так понимаю Там и по 20 Я бы допустим Миллион бы свой дал По 10 процентов Чего нет И банк заработал Я заработал Я могу приоткрыть Ники секрет У нас Мы работаем над этим И я думаю Что удобный сервис Дадим Но безусловно Наша задача Как бы опять-таки Защитить Неквалифицированного Неопытного инвестора Чтобы Ну снизить Вероятные дефолты Потому что Все это очень здорово Пока нет дефолтов Да Когда у вас там Четыре вашей инвестиции Переходят в дефолт Ну как бы Люди немножко по-другому На это смотрят Ну тут наверное Ну окей Потом углубимся Если есть желание Ну окей То есть моя мысль Финальная была Сам себе банкир Сам себе банкир Вошел Дал людям Ты понимаешь Это зона риска То есть высокий процент Высокий риск Ну и так далее Окей Так Какие новые каналы продаж Вы будете использовать В ближайшие годы Ну я наверное Как бы Во-первых Мы очень большой комплекс Продвигаем Продвигаем Поэтому Всегда какой-то канал Для нас Новый Ну вот даже Образовательная платформа Казалось бы Зачем Сбербанку Образовательная платформа Для нас понятно Что это механизм Лидогенерации Для того Чтобы собирать лиды На текущих предпринимателей Которые не являются Нашими клиентами На новых предпринимателей Потенциальных предпринимателей Вот наверное Один из примеров Нового канала продаж Какие новые Какие новые каналы продаж Появятся в ближайшее время В Сбербанке Ну то есть Прямо вот-вот Горячий пирожок Что мы увидим скоро Не сложно говорить Пока Такого кардинального Ничего не предпринимателей Моя чё-то есть Но просто не хочет говорить Какие новые технологии Наших информации Вот мне кажется Что банки Могут предложить Очень интересные технологии Для работы Самозанятых И мы очень будем Активно работать Для того Чтобы это сделать Возникла такая идея Вот опять же По теме сериала Силиконовая долина Но так как каждый год Кому-то становится 18 И он думает Куда им идти То ли в Альфу То ли в Сбер В Сбер В Сбер Роди одни пенсионеры В Альфа Роди молодежь Какая тусовка Не планируете ли Создавать отдел Либо департамент гиков Вот тех кому 18 Знаешь Тебе 18 Приходи в Сбербанк Сиди в ВКонтакте Сиди в Фейсбуке Сиди в Инстаграме И да приводит тебе счастье Работа и мечты Спасибо за мысль Мы в общем У нас есть Определенный формат Продвижения Для Готов возглавить Таких называемых гиков Вам уже поздновато Я думаю возглавлять Вам на такой уж формат Могу фриков Да 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 Зревых инвесторов Так сказать Которые уже Подумают О уходе на покой Вот Я бы все таки Все таки Думал о том Что во первых Первая необходимость в банке Возникает Когда у человека Есть первые доходы Но понимаете Когда уже Молодые люди В становятся им 18 Они уже охвачены Нашей активностью Потому что Карточкой Ну и там Человек может Вводить уже в 14 То есть Если у присутствующих У ваших детей Нету карточек То Я считаю Что это как минимум Неудобно Деньги на обед Давать наличными Вот Поэтому В принципе Мы этот вопрос Решаем через родителей И я думаю Что будем продолжать Дальше успешно Я думаю Что у большинства Детей старше 14 Ну примерно Моя оценка Ну процентов 40 Они уже Наши клиенты Прикольно Я просто Пока вы сейчас говорили Я себе представил Вот на Вавилово 19 Вот этот большой Конференс Холл Представил Этих 14-летних С роботами Которые возятся Вот этих Какие-то программисты Сейчас же есть Курсы программистов Для начинающих От 6 лет Ну вот Я почему представил Ивент Холл Новавилова Ну окей Так По каким критериям Вы оцениваете Стартапы Самый простой Как бы И важный критерий Это Как бы Addressable market И Ну не Потенциал команды Достичь Потому что Ну Очень легко Пообещать Не знаю Очень клевая идея Чтобы телефон Например Передавал запахи Да Ну очень здорово Чтобы можно было Там телефон Вдыхнул Там А он там Передал запах На расстоянии В принципе Идея клевая Да Может стартап открыть И очевидно У него есть market Но Технологии нет И команда Которая в состоянии Это сделать Ну тоже пока Не проглядывается То есть Вот эта комбинация Команда Рынок И технологии Она где-то Вот На стыке Мы Пытаемся найти Эффективную Но если говорить Про Сбербанк Еще Как бы Насколько это Прилепляется К Сбербанку С точки зрения Синергии С нашей клиентской базой То есть Ну вряд ли Мы будем делать Стартап по сбору Металловому Например Хотя может быть Это неплохая мысль Там Ну вот Например Мы сделали Образовательные Стартапы Сделали Vision Labs Такую инвестицию Которая нам Важна Распознавание лица Особенно динамическое Распознавание лица Для наших задач Сделали медицинские Сделали медицинские Какие-то Темы С док-док Поэтому я считаю Что банк Как бы Больше Смотрит Синергетические Зоны Как сейчас говорили Представляю Когда вот Дышать Я представляю Что те Кто делает Всякие Алкозельцеры Всякие Алкозельцеры Алкотестеры 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 же Можешь отправлять Куда-то в облак И считать Да Но я потом подумал Что если будет стартап Который покажет Что смартфон Гаишника Стоящий возле твоей двери Возле твоего смартфона Находился Дольше чем 10 секунд То что будет дальше Ну там типа шансы Оштрафовал Отпустил Взятка Ну просто как прикол Такая соцсеть Так В какой стартап Вы точно никогда Не инвестируете Да мы довольно много Отказываем Если честно Там как бы Наверное Это даже Скорее наоборот То есть Наверное у нас Скорее Наоборот Как бы мы 90% Отрицательных заключений Поэтому Ну который не имеет Тех компонент Которые я перечислил В общем нужно Алкотестер Каков рецепт Попова Ну я собственно Наверное всегда Начинаю с одного Это для любой команды Для ее успеха Нужна команда В первую очередь И каждому руководителю Который создает Там свой бизнес Стартап В первую очередь Нужно на эту тему задуматься Все остальное сложится Греф он какой Он разный Не думал ли Сбербанк Выпустить Свою криптовалюту Мы это обсуждали Четыре года назад И Нам ее ждать Не ждать Смотри Предыдущий Вопрос Хорошо Так Расскажите о шоу Которое Скоро выйдет При поддержке Сбербанка Шоу уже вышло Мы выпустили На канале Пятница Шоу Для Опытный предприниматель Меняется местами С начинающим предпринимателем Как бы их поменяли местами Ну Собственно Уже первая серия вышла Про барбершопы Будут еще серии Про рестораны Про гостиницы С самыми ведущими предпринимателями Шоу идет по средам В 10 часов И потом его можно посмотреть Отдельно в интернете Так что Можем направить вам Трафик стартапов В принципе Фан Такой Ну как бы Прикольно смотреть Ну да Там ненормативная лексика Пятница Канале Пятница Так Когда можно будет А Когда можно будет выбирать Президента России Губернаторов и депутатов Через приложение Сбербанка Я вообще думаю Что это ближайшая перспектива Потому что В каждом телефоне Есть NFC-считыватель В смартфоне И пальчик приложил И все Ну наверное Надеемся Что в ближайшее время В стране появится Так называемое Удостоверение личности гражданина Или УЭОГ Это такая карточка пластиковая На которой есть чип На которой записана Биометрическая информация Ее владельца И Уже сейчас У нашего банка Есть согласованная Всеми регуляторами Необходимые технологии Которые позволяют Если вы загранпаспорт Поднесете К NFC считывали Пока Телефон Андроид К сожалению У Эппл закрыта Эта функциональность Вы можете открыть ИП или ООО С одним участником То есть мы Как бы эту тему Продвигаем Мы верим в то Что наличие Документов с чипами Оно Значительно Точнее даже так Кардинальным образом Изменят Экосистему Качество жизни В нашей стране Представьте себе СБИ опять Представьте себе Что вы президент мира Каким будет Ваш первый указ Всем электронный паспорт Что скажете Путину Когда окажетесь С ним в одном лифте То же самое Какой совет Вы бы дали Начинающему стартапу Участникам Стартап шоу Я посмотрю Как бы Какое качество Подготовки Поэтому Советы Давайте я буду Удавать лучше После стартап шоу Хорошо Тем кто не займут Ну на этом Все Вопросы закончены Так сказать Ваше место Как бы сегодня Ну здесь Сейчас принесут Водичку Там Что вы тут Вы там в телефончике Помечаете Плюс и минус И в итоге Вы будете Добрый вечер Уважаемые Дамы и господа Меня зовут Дмитрий Золотарев Я представляю Проект Laser Dance Studio Сегодня Мы Показали Вам Частичку Этого проекта В самом начале Как вам Понравилось Да Спасибо Спасибо Очень громкие Аплодисменты И я продолжу О самом проекте Это был всего Наверное Небольшой процент 5% Того Что мы хотим Сделать Хотим мы Сделать Мультимедийный театр Мультимедийный театр Это объединение Новых технологий И сценического Искусства Принести Что-то новое С помощью Видеомэппинга С помощью Голографии С помощью 3D Дать просто Новую жизнь Нашему театру Мы хотели бы Сказать Что Просчитав Наверное Все Возможные Риски Мультимедийного Театра Мы понимаем Что Да Риски Безусловно Есть Но В основном Это Обстоятельства Непреодолимой силы И Форс-мажор Пути решения Так как В основном Мы инвестируем В оборудование Которое Используем В своем Мультимедийном Спектакле То мы Страхуем Это оборудование Знаете Вот честно Вот по Поводу Именно Вот этого Слайда Было Самое Сложное Как Можно Допустим Меня Сравнивать С театром На Таганке Да И Никак Если честно То никак Просто даю себе Объективную оценку Ну Понимаю Что в России Что хотим Сделать Мы Такого Пока Никто Не додумался Сделать Какие-то Моменты Есть Как Марк Захаров Сказал Что Да Мне не нравится То что Воевода Говорит Голосом Рамзана Кадырова В спектакле Но зато У него Ажиотажный спрос Это говорит о том Что люди Стремятся к новым технологиям Хотят их Но почему-то им никто Этого не дает По поводу Мы рассчитали Всю финансовую модель Мультимедийного театра И понимаем Что окупаемость проекта При Ну Нейтральном сценарии Составит Если где-то Примерно Брать Тысячу Мест В зале Нейтральный сценарий Составит Где-то 75% Продажи От продажи Билетов И можно Окупить Инвестиции За 16 спектаклей При Оптимистическом сценарии Даже 12 спектаклей Это грубо говоря Один месяц 30 секунд Инновационные технологии Которые мы используем Как я уже объяснял Это видеомэппинг Системы захвата движений 3D Голография Лазеры Все Что интересно И все Что сможет сделать Театр Намного Интереснее Зрелищнее И Ярче И Красочнее Уже Инвестировано Проект Около 2 миллионов Рублей Мы закупили Оборудование Подготовили Сценарий Провели Маркетинговые Исследования Изготовили Костюмы И реквизит Доходы От проекта Я считаю Что самое главное Что у нас уже есть Это 50% Успеха Мы подготовили Уникальный сценарий Который был Разработан Лучшим сценаристом России Это Юрием Генвином И мы считаем Что все-таки Наверняка 50% успеха У нас уже есть Мы просим Инвестиции В пределах 24 миллионов Рублей На что пойдут Эти инвестиции Во-первых На приобретение Оборудования Пойдет Самый большой процент На изготовление Реквизитов Костюмов Аренда Репетиционной базы И также Финансовые Эксплуатационные И маркетинговые Расходы Почему выгодно Вложить деньги В проект Вообще Это перспектива Театр Находится На стыке Двух поколений Как сказал Один профессор Театральный критик Вадим Домбровский Он сказал Что я уверен Ваша технология Станет Отправной точкой В формировании Нового мышления Наше преимущество Я уже говорил Мы уже 7 лет Успешно работаем На рынке Поставили мы Несколько спектаклей 5 проектов Мы провели За рубежом Более 3000 выступлений 90 проектов С нуля Мы внедряем Все новые Технологии Которые существуют На рынке И стараемся Донести их Нашему зрителю И все-таки Самое замечательное Что мы решили Использовать Такую Хорошую систему Как голубой океан Мы не хотим Искать себе Конкурентов Мы просто Хотим сделать Другой театр Спасибо Спасибо большое Меня зовут Олег Березин Я представляю Проект Rayzone Rayzone Это удобная Платформа Для работы С криптовалютами Личными финансами Инвестициями На базе Искусственного интеллекта История нашего проекта Началась С создания Инвестиционной Компании 360 Elements Которая существует Уже более 4 лет Работает под регуляцией Комиссии по ценным Бумагам и биржам США Мы выявили ряд проблем В управлении Личными финансами Которые усложняют Жизнь пользователей Это изобилие Банковских карт Аккаунтов Транзакций Неоптимальные кредиты Также мы выявили Проблемы С которыми Встречаются инвесторы Это низкие Процентные ставки По депозитам Множество инвестиционных Продуктов В которых сложно Разобраться Сложность Криптовалютных Операций Рыночные риски Интерес к инвестированию Среди среднего класса Активно растет Так как по банковским Депозитам В Европе Ставка редко Превышает 1-2% годовых Пользователи Робоадвайзеры Ежегодно Становятся на 50-100% больше И по прогнозам К 2021 году Их количество Возрастет До 2,5 миллионов Человек Искусственный интеллект Это более Технологичная И развитая Технология Альтернатива Робоадвайзера Которую мы Используем В нашем продукте Помимо этого Мы Агрегируем Все активы Клиента В одном Приложении Что позволяет нам Собирать важную Информацию О пользователе Для составления Инвестиционного И кредитного Профиля клиента Также Мы Производим Удаленный Анбординг Киево Си и Амель И наши Криптовалютные Кошельки Трансируют Все операции Блокчейн Что решает Проблему Хранения Криптовалютных Активов Наш кошелек Нельзя взломать И не страшно Потерять Потому что Он авторизован На данный момент Ведется разработка Минимальной версии Продукта Которая будет Запущена В тестирование С середины Мая Пользователи Смогут Создавать Лицензированные Биткоины Эфириум Кошельки Принимать Отправлять Криптоактивы Заводить Фиатные Средства Конвертировать Криптовалюту И обратно Команда Проекта Рейзон Это профессионалы Из разных Сфер Разработчики С бэкграунда Mail.ru Групп Эксперты Финансовой Аналитики Инвестиции С бэкграундом СМП Банк Финам Кубев Альфа Капитал Альфа Банк Первый Пассивной Этап Мы провели В декабре 2017 года Сумма Собранных Инвестиций Чуть более 1 миллиона Долларов С порогом В полтора Миллиона Евро Опережая Намеченный План Всего через Три месяца Существования Проекта Мы открыли Свой первый В Европе Эстония Таллин Это одна Из самых Технологичных И IT Френдли Стран Европы Откуда вышли Такие Финансовые Проекты Как Трансфервайз АМАНИС 19 марта Рейзон Был официально Внесен В реестр Государственной Программы Стартап Эстония Комитетом По стартапам При Министерстве Внутренних Дел Эстонии Мы уже Запустили Тест Искусственного Интеллекта Промежуточный Результат Работы Наших Алгоритмов Это Предсказание Движения Курса Криптовалют С точностью Порядка 70% С помощью Наших Партнеров Компании Snapswap Мы Производим И первых Регулируемых Криптобирж За счет Которых Будет повышена Ликвидность Обмена Криптовалют В январе Наступившего Года Проект Получил Две Криптовалютные Лицензии В Европе Virtual Currency Wallet Services И Virtual Exchange Services Следите за Проектом В наших Соцсетях Спасибо За внимание Буду Рад Ответить На ваши Вопросы Наш Проект Находится Вот В том Дальнем Диване Спасибо Спасибо Большое Меня зовут Антон Редько Я основатель Компании Маст Первая в мире Децентрализованная Лизинговая Платформа Которая Соединит Микро Малый Средний Бизнес С инвесторами Со всего Мира Маст Устраняет Посредников И Обеспечивает Честные Сделки По модели Exchange Services На основе Смарт Контрактов Токензированных Километров И моточасов На сегодняшний день Менее 30% Предпринимателей Имеют доступ К классическому Финансированию И порядка 70% От него отрезаны Получают отказы По итогам 2017 года Более 8 Миллиардов Долларов Составил Дефицит Финансирования Для микро Малого Среднего Бизнеса По всему Миру Целевым Сегментом Для рынка Целевым Сегментом Для нашего Проекта Являются Автомобили Грузовая Строительная Специальная Техника И оборудование Платформа Маст Совместно С лизинговыми Компаниями Соединит Микро Малый Средний Бизнес С инвесторами По всему Миру Через Биржу Токенизированных Лизинговых Облигаций Токенизация Лизинговых Облигаций Позволит Нам обеспечить Инвесторам Достаточно Высокий Уровень Информированности Относительно Реального Состояния Лизингового Актива И Сделать Это В режиме Реального Времени Токенизация Километров И моточасов Позволит Нам создать Систему Доверенную Систему Рейтингов И Оценки Риска Для этих Активов С помощью Такого Подхода Мы Обеспечим Рост Одобренных Лизинговых Сделок В 3,5 раза Относительно Текущего Состояния С 20 До 70 Процентов В 3 Квартале Этого Года Мы Запустим Первую Версию Платформы И до Конца Этого Года Планируем Обеспечить Активами Более Тысячи Предпринимателей В Европе За 2 Года Мы Планируем Выйти В Африку Южную Доступного Рынка С оборотом В 40 Миллиардов Долларов Для реализации Эта амбициозная Задача Мы проводим Токен Сел И предлагаем Инвестировать В токены Маст Токен Маст Это Скидочный Токен С дефилизационной Моделью Который Будет приниматься Для оплаты За услуги Лизинговой Платформы И за услуги Биржи Токенизированных Лизинговых Облигаций По мере Роста Платформы Будет расти И скидка По токену Следовательно Будет расти И спрос На этот токен Так как Все токены И точнее Большая их часть Будет продана В ходе Токен Сел Мы предполагаем Что в будущем У людей Будет расти Интерес Получить эту скидку И следовательно Им придется Обращаться К ранним инвесторам Чтобы приобрести Эти токены Все непроданные Токены В ходе Токен Сел Будут сожжены И также Мы будем сжигать Все токены Полученные В качестве Оплаты По системе В данный момент Мы проводим Закрытый Пресейл Для крупных Инвесторов С чеком От 100 тысяч Долларов В июле Мы планируем Публичный Пресейл И в августе Запланирован Токен Сел Наша команда Имеет Достаточный Опыт Для реализации Этой платформы На данный момент Мы реализовали Порядка 60% Функционала Платформы И двигаемся Дальше Инвестируйте В будущее Вместе с нами Инвестируйте В токен Дамы и господа Когда мне было Лет 13 Я читал Роман Александра Беляева Такой называется Продавец воздуха Вот там про Такого плохого парня Который хотел Сделать из воздуха Ресурс Его в каком-то Кратере вулкана Там в общем Сжимал А я хороший Парень Для меня Воздух Это не ресурс Это повод Я Михаил Акселерот В Индии Итак Что мы сделали Что мы придумали Мы объединили Профессиональный прогноз Погоды Волн Ветра Приливов Отливов Там Тучи из 50 параметров С комьюнити Показали Прогноз погоды Так как это надо Экстремалам Таким как я Что получилось Получился красивый Мобильный ап Мы его запустили На платформе Айос Потом запустили На платформе Андроид Но на самом деле Получилось Комьюнити Из Хороших людей Которые часто Путешествуют И которые любят Экстрим спорт Кто эти люди Это Яхтсмены Сёрферы Кайтсёрферы Виндсёрферы И рыбаки И между прочим Выяснилось Что Эта аудитория Успешная Богатая Платёжеспособная И Посмотрев на это Ну естественно Мы монетизировали Наше приложение Мы добавили Профункции За наше приложение Платят Мы сделали Возможность Им удобно Общаться И мы Сделали так Что Нам Перестали быть Нужны инвестиции То есть Мы хотели быть Стартапом Но стали бизнесом Просто успешным Кэш позитив Который там Зарабатывает Деньги для того Чтобы кормить команду Но потом возникла идея Стать стартапом Снова И для этого Мы пошли В marketplace Потому что там Где собираются Платёжеспособная Аудитория Из трёх с половиной Миллионов человек Это То сколько у нас Есть сейчас Вот это наше Географическое Распределение Это наше распределение По Видам активности Там Естественно Есть деньги И этих денег Гораздо Больше Чем у тех Кто платит нам За инапы В сторах Итак Наш Marketplace На текущий момент Мы собрали В нашем приложении Чуть больше 20 тысяч Тематических Бизнесов Вокруг наших Локаций Где мы Показываем Погоду Это Букинг-яхт Это Кайт и серф Школы Это Рыболовные Туры И эти бизнесы Готовы платить нам Как за Визибилити Так и За то Что мы Приводим им Клиентов Мы ориентированы На сервис На сервисный Marketplace Просто потому Что там Больше Маржа И там Нету Демпинга Там его Практически Невозможно Устроить И мы считаем Что именно В этой модели Мы Достигнем Серьезных Результатов На текущий момент В этом году Мы заработаем Но если ничего не будем делать Вот сейчас там Ну там Чуть больше Миллион долларов Когда мы Запустим Marketplace Наша Месячная Выручка Будет Чуть больше Трех Мы проводили Глубокий Customer Development И в районе 10-20 Процентов Комиссии Нам готовы Отдавать Эти локальные Бизнесы За привод Клиентов Так что Marketplace Сервиса И Marketplace Для экстремалов Это то Что мы Сделаем И это То Чего на рынке Нет Это тот Голубой Океан В прямом И переносном Смысле Для экстремалов Который мы Нашли И врываемся В него Первой акулой Спасибо Всем привет Меня зовут Юрий И Ой Что-то Быстро Вашему Вниманию Представлю Сегодня Систему Управления Смарт Контрактами Smarts Поскольку Времени У нас Очень мало Как сказали Организаторы Всего Три с половиной Минуты Будем Исходить Из того Что Все Уже Знают Что Такое Смарт Контракты Возможно Даже Уже Закупились Биткоином Возможно Даже Эфиром Возможно По 20 Тысяч Долларов Для вас У меня Хорошие Новости Холдите Будет Стоить Дороже Мы Ой Музыка Зачем Снова Мы Очень верим В том Что Блокчейн И смарт Контракты Это Прогресс Они Несут Нам Чудо Децентрализации И Скоро Наступит Время Когда Большая Часть Расчетов Будет Проходить В криптовалютах И Когда Все В своих Телефонах Будут Управлять Сотнями Сотнями Смарт Контрактов Конечно Это Все Изменит Бизнес В том Числе Банков И Мы Надеемся В этом Как следует Поучаствовать Немножко Цифр Которые Это Подтверждают Вот Число Смарт Контрактов За последние Два Года Как Оно Растет Рынок ICO Который Продолжает Ракеты Взлетать Несмотря На то Что Вроде Как Хайп Прошел В прошлом Году Все Равно В первом Квартале 18 Цифры Бьются Очень Сильно Все Растет И движется Вперед И Смарт Контракты Собственно Говоря Являются Драйвером И Вообще Благодаря Ним Этот рынок Появился Как таковой Но Применение Смарт Контрактов Отнюдь Не Ограничивается Рынком ICO Они Применимы Практически Везде Где Вообще Существует IT Где Существуют Интеграторы Где Работают Программисты Без Ограничений Не везде Они нужны Скажем Честно Но Везде Они найдут Своё место И везде Сэкономят Очень много Денег Очень много Времени Рабочего Разным Проектам Разным Бизнесом И людям Рынок Блокчейн Растет В целом Вот прогноз Не будем Задерживаться Есть Аффилированные Рынки Которые Растут вместе С блокчейном Которые Растут вместе Со смарт-контрактами И продвигают Этот рынок Вперед Особенно Хочу Остановиться На рынке Системной Интеграции Этому рынку Уже не одно Десятилетие Но при этом Он все еще Растет По 10% В год Это очень и очень Немало И конечно же Смарт-контракты Найдут свое место На этом рынке Мы верим В то что Капитализация рынка Смарт-контрактов В ближайшие годы Составит как минимум Миллиард долларов Скорее всего больше И хотим Отгрызть от этого рынка Хотя бы свои 10% На данный момент В смарт-контрактах Есть большая проблема Они доступны Только программистам И даже программистам Нужно поддерживать Довольно тяжелую Инфраструктуру Полные ноды сетей Для того чтобы Ими пользоваться У пользователей Нет никаких Удобных интерфейсов То есть У пользователей Проблема В принципе Вы скорее всего Никто из здесь Сидящих в зале Не может запустить Свой смарт-контракт Я скоро научу вас Как вы уже можете Сегодня это сделать Мы собственно говоря Все эти проблемы решаем Смарт-контракт Это система управления Смарт-контрактами Генератор интерфейсов Для них То есть Мы даем пользователям Удобные интерфейсы По запуску управления По посылке транзакций Смарт-контракты Программистам Даем удобные инструментары Для разработки интерфейса То есть Блокчейнерам Больше не нужны фронтендеры Ну или Можно скажем так Обойтись без них С ними лучше Но можно и без них А они стоят дорого Это хорошо Бизнес В свою очередь Получает удобный API И возможность работать С блокчейн-технологиями Интегрировать блокчейн В свои бизнес-процессы Без выделенного Отдела Блокчейн-разработчиков Опять же Стоит дорого На данный момент Поддерживаем Эфириум И Уже в течение месяца Когда выйдет EOS Это новая Очень крутая Блокчейн-система Будем поддерживать ее Уже давно С ней работаем Разбираемся Ну буквально Несколько картинок Так выглядит Наш маркетплейс Так выглядит Дэшборд Управлению Контрактами Так выглядит Непосредственно Страничка По управлению Конкретным контрактом Так что-то Эть Вот немножко Про EOS Прям буквально Пару слов Раньше До сих пор Смарт-контракты Имеют огромную Проблему масштабируемости В принципе Она будет всегда Но сейчас Будет большая революция В этом году На этом рынке Потому что Выходит EOS Он поддерживает В тысячу раз Ну чуть меньше В полтысячи раз Больше операций В секунду Горазо чаще Закрываются блоки Решены другие Технологические проблемы И Это будет большой прорыв И мы его поддерживаем Уже сразу С момента выхода В июне Систему Смартс Я призываю вас Попробовать Уже сейчас Наш прототип Активен Работает Платформа .smart.io Можно Сделать свое ICO Буквально В удобном интерфейсе Выпустить свой токен Сделать Мультистик кошелек Провести голосование На блокчейне Сделать еще целый ряд Интересных Крутых штук Мы проводим ICO Наш токен Это Payment Token Дефляционная модель Уже сегодня С этой сцены звучала Похоже на Binance У нас идея То есть Можно получать Скидку За счет использования Токена И расплачиваются Разные движухи Социальные На платформе И так В том числе Получать деньги На самом деле Придумываем еще Сейчас несколько Очень интересных Механик Консультируемся С Время Немногими людьми Да-да-да Бегу-бегу Вперед Окей В команде У нас Очень крутые Программисты Мы Без ложной скромности Скажу Известны на рынке Больше 50 миллионов Долларов Собрали Смарт-контракты Которые мы Написали Или проаудировали На ICO Bubble tone World of World Wi-Fi По Network Наши клиенты В том числе Проект Razone Привет Тоже Наши клиенты Мы их консультировали Так что С программистами У нас прям Все очень-очень хорошо Все работали в Highload Работали в Mail.ru Group В Касперском И подобных Командах Ищем ранних Инвесторов Уже привлекли Первую ангельскую Инвестицию Сами вложили Примерно 300 тысяч долларов Уже В этот проект Вложено Эдвайзеры Разработчики Всем Ладно, это не будем Спасибо На этом все Спасибо большое Надеюсь, было интересно Мы в 2016 году Выиграли Да И соответственно Вот это та история Которую вы сейчас Только обсуждаете А мы в нее еще В 2016 году Летели с самозанятыми Потому что Я по специальности Нейролингвист А можно и тут Ага Апульс сейчас Валечку Вот Я по специальности Нейролингвист И мы думали Ну вот мы придем Мы сейчас выиграем И как бы Нам дадут деньги И мы начнем все развивать Да А потом мы окунули В жестокую реальность И дошли до Роструда До Минфина До Минюста И вот только На прошлой неделе Мы получили письма О том Что самозанятые граждане Могут быть Конкурентами ООО и ИП Да Вот И соответственно Мы Теперь полноценно Можем говорить о том Ребята Мы имеем право Взять деньги До 2018 года Мы самая выгодная форма Потому что Ни 6% Ни 13% Мы не платим А теперь я вам объясню Собственно На что Я предлагаю вам Потратить деньги Или вложить деньги Потому что Речь пойдет О социальных инвестициях Более того С Финамом Мы отношения Не разрываем И будет здорово Если Сбербанк И Государственная Дума Помогут Собственно Нам эти первые отношения Для самозанятых Отработать Мы будем очень рады Вот Потому что Я еще у Сбербанка Была в проекте Особенный банк Экспертам И я знаю Что у Сбербанка Не очень хорошо работает А будете листать Слайды Да-да-да Пожалуйста А то время лимитировано Ой Оно не работает Оно работает Да Можно пульс А куда Вот Соответственно И вот Сейчас рассказ о том Как мы выиграли Вот такая была Наша команда У Нади Папа был После инсульта У моего дедушки Был редчайшее заболевание Синдром Стилла Ричардовича На Ольшевского И когда началась Реформа здравоохранения Мы поняли Что надо что-то сделать Соответственно Мы как население Научились рассылать Красивую инфографику И говорить о том Что старость Наше будущее Они дети Вот Соответственно Мы доказали И в этом году Собянин И Как бы администрация города В том числе Благодаря нашим усилиям Выделили 3 миллиарда На пожилых Впервые Потому что мы Долго доказывали Что не дети инвалиды А пожилые люди И особенно пожилые люди С инвалидностью Это ключевая проблема Страны И дальше Плюс еще Мы участвовали В различных программах Все нам говорили Ну ладно Вы занимаетесь теми Кто уже болеет А что же делать нам Относительно здоровым Да И вот соответственно Мы стали задумываться о том Действительно Нужна же еще какая-то профилактика И здесь Я одену очки специально Потому что Мой процесс старения Начался совсем недавно Соответственно Эти очки Я сниму через несколько месяцев Потому что я знаю Нейроофтальмолога И проблема с глазами Это не только зрение Это проблема мышц Соответственно То чем мы занимаемся Это создание еще тренажеров Для того чтобы Многие из нас В том числе для глаз Могли видеть И была бы какая-то профилактика На ранних этапах Да Вот теперь история о том Где мы были все эти полтора года Выступали на конференции Для слепоглухих Участвовали в стартапе Компании МТС Ходили Думали Вдруг мы станем Социальными предпринимателями Ходили в компанию Эпсон Говорили Ребята Дайте ваши технологии Попробовать Общались с переводчиками Для слепоглухих То есть фактически Мы обошли Как бы Людей Которые занимаются Вот этой социальной математикой В широком и в маленьком смысле Дальше Мы с городом Стали договариваться О том Что ребята Ну вот как бы Это даже не вопрос денег Но все любые новые технологии Нужно тестировать иначе Нужно приходить к человеку У которого есть проблема То есть в том числе Например Мы узнали Как вызвать депутата Госдумы В стране Кто на данный момент Знает о том Где мы живем Намного больше Потому что Мы помогли Больше чем 5000 человек В России Мы сделали это Бесплатно Соответственно В том числе Мы сталкивались И со случаями Когда колл-центр Сбербанка Не справляется С инвалидами Или с пожилыми Мы влезли в историю Как поменять законодательство То есть мы изучили всю среду И всю жизнь В которой мы живем Я могу вам смело сказать Что первый опыт Самозанятых граждан С организацией Вышел этот буклет Он по социальной экономии Это проект Баба-деда Очень известный в России И это вкладка По социальной грамотности Которую Центробанк России Сейчас до конца 2018 года Будет раздавать В 25 городах России Авторские права Остались за нами Мы сделали это намеренно Потому что для нас Очень важно Чтобы потом Какая-то другая компания Совершенно бесплатно Взяла бы у нас эти данные И передала бы Дальше и дальше Потому что мы заинтересованы В том, чтобы все как мы Жили как в Швейцарии Соответственно Следующий момент Вот как мы видим Как должны на самом деле Ити работы со стартапами Потому что мы сами Прошли этот путь И для того, чтобы не было Лишних инвестиций Лишних закупок И лишних трат Очень важно Делать такие вещи И тут Сбербанк На самом деле Был пионерским проектом Вот этот проект На который сосал Особый банк Они впервые Вместе со своими специалистами Собрали Одного парня Он актер Он без рук Он круче, чем Вуйчич Потому что он живет в России Они собрали Слепоглухих Они собрали слепых Они собрали пожилых Ментальных инвалидов Для того, чтобы сделать Особый банк Сбербанк удобным для всех И соответственно Проанализировав этот опт Мы подумали Что все стартапы Должны проходить Такую модель На ценность У населения Вот Дальше Про самозанятых граждан Коротко Это на данный момент Некий потребитель Заказчик услуг И подрядчик В одном лице Знаете, такой дракон О трех лицах С которым никто Пока не знает, что делать В нашей ситуации Поскольку мы работаем С пожилыми инвалидами Вот это мы Вот это те маленькие Такие люди Родственники инвалидов Которые в самой тяжелой ситуации Потому что Если Инвалид получает пенсию То родственник инвалида Получает 1200 рублей В месяц Без права работы Поэтому самозанятость Она для нас важна Вот Соответственно Вот здесь мы описали Где востребован Такой человек, как мы Он при любой форме Помощи населению Очень востребован И у него есть еще Нагрузка дома То есть этот Розовый человечек Часто умирает Раньше того, кому помогает Это, к сожалению Это наша проблема В нашей стране И вот эта самозанятость Она как бы позволяет Людям выходить Из этой ситуации Да Вот, соответственно К чему мы пришли Вот фотография справа Да Это практически Новаторская фотография Это министр социальной защиты Города Москвы Приехал в мой район По моему приглашению Мы нашли друг друга В соцсетях Почему она так важна Потому что после этой встречи Мы для нашего проекта Смогли договориться о том Что будет пилот В юго-западном округе И мы можем И привлекать и вас И население И всех Потому что Наконец-то Город нас уж слышал И маленький человек Смог достучаться До министра Дальше мы Показываем здесь Что с компанией МТС Мы пробовали Проработать Некий социальный телефон Куда каждый гражданин России Мог бы Прозвониться Бесплатно 24 часа в сутки И получить Социальную помощь Так же как Медицинскую Или еще какую-то Потому что Объемы информации Они огромные Да Вот В итоге Вот это вылилось В такие тома Которые еще Предстоит разрабатывать Потому что Мы не будем повторять Проект Центробанка А мы придумали Какую-то другую Крутую штуку Многотомную И вот так вот Много-много Картинок разноцветных Это столько Печатных изданий Возьмет одна женщина У которой в семье Есть пожилой дедушка Папа-инвалид И ребенок Потому что Опять же Если Сбербанк Не знает Как У нас там тайминг уже вышел Прошу прощения Прям давно вышел Тайминг уже Вот так выглядит Наша налоговая декларация Вот А вот так Собственно Выглядит наш Проект Если коротко Вот То есть Что нужно-то в итоге А? Что в итоге нужно? В итоге Что нам нужно Как бы для самого проекта Поскольку Мы привлекаем Разных ребят-инвалидов Нам важно Чтобы было хорошо Прописано законодательство И в том числе В области Информационных технологий Потому что В нашей команде Есть Саша Он слепой программист Он был там На слайде Будет еще на одном На последнем Вот Соответственно Вот он Саша Он уникальный Потому что Когда вы думаете Что вы сделали сайт Для слабовидящих Они его прочитают Но они с вами Не могут коммуницировать Саша Может сделать Такой сайт Который будет доступен Слепым Или слабовидящим И в этом Его уникальность Но он инвалид Первой группы Третьей степени Поэтому Вот эта самозанятость Она для него важна И здесь требуются Ресурсы Государственной думы Следующий момент У Сбербанка Также Могут быть Предложения Для Нашего Саши Потому что Саша знает Как слабовидящий Преграммист Почему Это не работает Все что есть У Сбербанка Не работает И соответственно Если Альфа-банк Услышит нас первыми То они выйдут На огромный рынок В 43 миллиона Людей Да Вот И соответственно Самое главное Что нам нужно Это Возможность Чтобы Какие-то компании Брали нас в партнеры То есть Мы Останемся людьми Но чтобы вы были Нашими партнерами И могли нам Помогать То есть Нам нужны И дизайнеры И программисты И это огромный труд Для всей нашей страны Потому что Каждый из нас Так же как я Однажды Войдет в тот момент Который называется Старение Вот Я тоже кстати Стал плохо видеть В последнее время Я могу вам помочь Хорошо Спасибо Это нужна тренировка мышц Да Все Спасибо большое Варвара Добрый вечер Друзья Меня зовут Виктория Наш проект Из Санкт-Петербурга И мы хотим Погромче Представить Большой пилотный проект Так слышно Большой пилотный проект Единый центр туризма Планируется Открыть 5-7 офисов В Санкт-Петербурге 7-10 в Москве В каждом городе Миллионники И затем Развивать эту Франчайзинговую сеть Также Нашими клиентами Могут стать Жители Самых отдаленных Уголков нашей страны Так как будет Разрабатываться сайт С возможностью Онлайн оплаты И покупки в кредит К работе Дистанционными менеджерами Можно привлечь инвалидов Работая в данной сфере Уже не первый год Мы проанализировали все плюсы и минусы И пришли к выводу Что у туристов нет доверия К ныне существующим Маленьким офисам продаж Вот это центр Санкт-Петербурга И сюда на минуточку люди приносят Огромные суммы денег За свои туры В нашем же центре Мы хотим представить Все крупнейшие Туроператоры России И наша команда знает Как навести порядок В туристической сфере России Как вселить чувство Уверенности в туристов Внушить им доверие И создать узнаваемый бренд На который люди будут идти Защитить туристов От мошеннических действий Недопорядочных агентств И собственно мы хотим Чтобы их отдых Начинался уже С прихода в наше агентство Чтобы они чувствовали себя комфортно И получали комплексные услуги В одном месте Не бегая по многим местам По визам и центрам По турагентствам По страховым И у нас впервые в России Клиент сможет получить Комплексное обслуживание Начиная от таких мелочей Как серокс и фотографии И заканчивая Снятием биометрических данных Для визы Оказанием юридической помощи И оплатой в кассовом узле Пока родители выбирают тур Дети будут радостно Разносить детскую комнату На данный момент Нами найдено и снято помещение В самом густонаселенном районе Санкт-Петербурга Приморском В центре, где находится Множество торговых комплексов Строительных и мебельных гипермаркетов Развлекательных центров Фитнес-центров На открытие нашего ждут Более 30 тысяч наших клиентов Наработанных Наша цель Обезопасить туриста В настоящий момент Правительство РФ Проводит политику Для обеспечения прозрачности Деятельности туристических агентств Также для увеличения внутреннего туризма С 1 января 2019 года Вступит в силу закон По которому работники смогут путешествовать За счет своего работодателя И поэтому Крупным и мелким компаниям Нужен надежный партнер С которым они могут работать И исполнять собственно этот закон Мы видим наше сотрудничество Со Сбербанком Как с надежным партнером И поскольку и мы, и Сбербанк Нашей целью является Обеспечение социальной безопасности Социальной защиты Прав граждан Помимо всего В каждом нашем центре Будет 60-70 рабочих мест И мы можем привлекать К работе людей разных возрастов И пенсионеров Потому что туризму все возрасты покорны У вас там время подходит? Все, я ускоряюсь На данной диаграмме Мы видим обороты Выездного туризма в тысячах человек И в миллиардах рублей В 2018 году уже прошла Успешно акция раннего бронирования И ожидается рост на 10% Объемов от 2017 года На этой таблице мы видим Откуда мы ждем клиентов И доходы единого центра туризма В месяц Нам требуется инвестиции На 30 миллионов рублей Окупаемость мы гарантируем Мы прогнозируем через год Значит, у нас новый Еще не имеющий аналогов в России Формат туристического центра В котором человек получит Комплексное обслуживание От А до Я Без лишних хлопот и проблем В нем будут представлены Официальные представительства Всех крупнейших туроператоров России Центр визового обслуживания Страховые и кассы ЖД и авиабилетов Спасибо большое До хорошего вам вечера Давайте посмотрим итоги Какие у нас есть первого тура Это был первый тур Значит, как проголосовали зрители Покажите нам, пожалуйста, друзья Вот на этом большом экране мы посмотрим Итак Не поверите, но По мнению зрителей Первое место занимает шестой проект Называется Дедушка И Резидент Статап Шоу На втором месте По мнению зрителей Уинди А нет, трудно Не по мнению зрителей Все Здесь все собраны Вот там все написано Это по мнению всех Это общая таблица Значит, первое место Дедушка И Второе Уинди Третье Смартс Четвертый Единый Центр Туризма Дальше Рейзен, Маст и Лазарден Студио Обгажите нам, пожалуйста, мнение зрителей Зрителей Сейчас нам покажут зрителей Да, вот зрители Значит, первое место Уинди Второе Рейзен Дедушка И Маст, Лазарден Студио Смартс и Единый Центр Туризма Так голосовали зрители То есть первое, ну, грубо говоря Предварительное место по определенным критериям Взимает Уинди Давайте посмотрим, как голосовали инвесторы Вот Кстати, инвесторов Ну, вот Смартс на первом месте Один Центр Туризма Дальше Уинди Дедушки Маст, Рейсен И Лазарден Студио Ну, окей, хорошо Это предварительные, как бы, этапы первого тура Посмотрим, что же вы Анатолий, прикольно, да? Это при условии, что еще не у всех, конечно, был интернет Но все равно какая-то статистика А пока я поговорю с инвесторами Начнем с Николая Краенов Николай, ну, назовите три стартапа, которые вам понравились И один, который вам очень понравился А кто ж тогда останется-то? Ну, я не знаю Ну, так, там, один, два, три И вот один все-таки Очень технологичный стартап Рейсен Мне он понравился Ребята четко работают И, мне кажется, они знают, что делают И могут достигать успеха У единого центра туризма интересная идея Собрать все, все лучшее в одном месте Единственное, что у меня сомнения, взлетит ли этот самолет Экономически Смартс очень нужная вещь И если они реально уменьшают цену входа на рынок Современных технологий для компаний-пользователей То тогда это суперидея Супер B2B бизнес Молодцы ребята Ну и кто вам больше понравился? Ну и в Индии они просто супер Потому что, во-первых, они уже сделали В Инди на сцену поднимайте Да, В Инди на сцену В Инди на сцену поднимайте И продолжают развиваться Несмотря на то, что вроде бы как бизнес у них идет хорошо Они хотят подниматься еще на ступень И еще на ступень Молодцы ребята Ну, могу поздравить В Инди Что у вас появился потенциальный инвестор Так, следующий у нас Это Юрий Слинкин Директор по развитию акселераторов Аберлик Юра Можно я немножко ложку дегтя Не три, которые мне больше всего понравились Ну не надо ложек дегтя Ну оставь ты это для первого канала Для второго канала Давай тут будет счастье Ну давай счастье Ну я в конце сделаю счастье А вначале будет немножко ложка дегтя Ладно? Давай Я заранее блокчейн стартаповый комментировать не буду Пускай это делают люди, которые в этом больше понимают Я, наверное, отмечу один проект Это единый центр туризма Который с точки зрения идеи очень понравился Но нужно разбираться очень сильно в том, что там уже сделано Потому что в презентации не прозвучало Поэтому мой лидер за сегодня это единый центр туризма Я бы хотел такую вот просьбу Проекту Дедушка И Озвучить Социальные проекты И социально-предпринимательские проекты Это замечательная штука Но только все они немножко сваливаются В В большую благотворительность Нежели бизнес Поэтому я бы хотел Вот с высоты своего пятилетнего Опыта работы в социальных проектах И социального бизнеса Сказать примерно следующее Что чем больше денег будет зарабатывать ваш социальный стартап Тем больше эффекта он достигнет Поэтому когда вы выступаете на подобных презентациях Говорите больше про деньги Вот Здесь вот волею судеб микрофон у меня Поэтому я, к сожалению, распоряжусь им по-другому Вот Соответственно, единый центр туризма Очень круто, я считаю Спасибо Единый центр туризма на сцену Движемся дальше Сергей так и не доехал, видимо, к нам Так, Константин Надиненко Спасибо большое Директор по венчурам, инвестинциям, лидерам Коллеги, ну, как бы Я, в общем, наверное, солидарен с коллегами, которые уже высказались Ложку дегтя, наверное, мы избежим сейчас, да? Вот, я хотел бы выделить три проекта Это, собственно говоря, Рейзен Погромче Хотел бы выделить три проекта Рейзен, Смартс и Винди А если нужно назвать номер один, то это для меня тоже Винди, разумеется Ну, Винди на сцене Отдельное спасибо Отдельное спасибо за то, что коллеги удачно избежали токенизации своего проекта Тоже, наверное, можно было бы что-нибудь придумать А за то, что они это не придумали Отдельное спасибо Анна Мусина, Fort Ross Ventures Стартаперы, спасибо вам большое Хочу пожелать всем не сдаваться Вне зависимости от решения судей Но для меня сегодня лучшими были Смартс Смартс на сцену Так, движемся Эльман Казимов Я тоже думал Точнее говоря, я думал назвать только Винди А потом что-то я подумал и понял, что Винди Винди я знаю проект года полтора Они приходили в другой клуб Ну, как раз полтора года назад Вы где-то ходили? Да, ходили И я их рассматривал с точки зрения инвестиций И тогда они уже говорили по поводу маркетплейса И я подумал, что да, конечно же, на общем фоне всех остальных проектов Они на первом месте Но учитывая, что еще год или полтора года назад они говорили про маркетплейс И его до сих пор нету И дизайн в приложении такой же, как он был год назад И они его не улучшили Мне сложно его назвать лучшим проектом даже из существующих Ну, как бы из имеющихся А второй проект, который я хотел бы сказать Это вот ребята с кошельком Но что непонятно Вот я тоже про блокчейн проекты, наверное, больше не понимаю Хотя я их слушал уже, наверное, сотни Вы ничего не сказали про то, что существует сотни других кошельков? И не сделали просто сравнительную таблицу Вот мы лучше, 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 лучше Вот мы хуже, хуже, хуже Вы понимаете, вы нам рассказываете Пытаетесь рассказать что-то Мы не понимаем вашу... Ну, то есть вы где-то работали Можно предположить, что у вас есть какая-то экспертиза Но вы не объяснили, чем вы лучше И второй проект с блокчейном Ну тоже, ну да, мы делаем децентрализацию Ну и что? Вы в России выступаете Здесь не так уж много денег у людей, которые хотят инвестировать в блокчейн В российские блокчейн проекты вообще мало кто хочет инвестировать Люди из Китая, из Америки, из Европы В принципе, на Россию смотрят так Не очень Те пару проектов, которые собрали там десятки миллионов долларов Это больше исключения, чем правило Поэтому... Ну, в общем, два проекта Это Винди и кошелек Но... Номер один Кошелек Просто, чтобы разнообразить... Давайте поднимаем... Кошелек на сцену Кошелек Кошелек на сцену Так, ну давайте, пока кошелек поднимается Давайте посмотрим итоги второго тура Покажите нам, пожалуйста, на большом экране Как голосовали зрители Как вот голосовали... Ну, допустим, инвесторы Как голосовали инвесторы Значит, по мнению инвесторов, как бы странно не показалось Да, но опять же в онлайне В онлайне Значит, на первом месте единый центр туризма На втором в Индии На третьем смартс Потом дедушка И Маст Рейзен и Лезерден Студио Окей, покажите нам, как голосовали зрители То есть, какой один стартап выбрали зрители Какой один стартап выбрали зрители Так, а зрители выбрали вот как Что самое интересное, да То есть, Маст Рейзен, единый центр туризма У Индии Прикольно, правда? Хотя вот в предыдущем В предыдущем раунде голосования Маст вообще нигде не было Зрители выбрали, по-моему, там все там дедушку И вообще И замечательно было Дорогие друзья, ну что, значит Я рад, во-первых, что каждый из вас Ну, гипотетически Нашел там инвестора Верните нам экран, пожалуйста Мы хотим сейчас узнать Так сказать, мнение Анатолия Так Выбор супергостя Спасибо, во-первых, всем Участникам За то, что вообще, в принципе Набрались смелости И презентуют свои проекты Здорово И я уверен, что у вас как бы Отличный опыт получится Я вряд ли смогу распределить Третье, второе Пока по всем пробежишь Чуть-чуть А потом уже 3-2-1 С обзором я так К сожалению, может быть Немножко критично выскажусь Поэтому давайте по порядку Я два слова скажу Но про Везерденс Я бы сказал, что Наверное, более перспективно Не самим шоу делать И, может быть, деньги поднимать А оборудование для этого шоу Продавать другим Мне кажется, что это более Перспективное направление А то, что театр находится На стыке поколений, я согласен Вот про Рейзен Но я, честно говоря Поскольку я занимаюсь лизингом И, в общем, председатель Совета директоров Сбербанк Лизинг Я, правда, не понял Причем там токены И мне кажется, что Ну, под таким соусом Можно и как бы Да А, это Маст Да, да, да Прошу прощения Да, Маст Да, прошу прощения Да, Маст Дальше про Рейзен Ну, я так как бы Два слова про презентацию Обращу внимание Ну, курс биткоина Там ноябрем закончился Там, в принципе Немножко по-разному Все это выглядело Да, и Как бы предсказание Курса криптовалют С помощью искусственного интеллекта Вы тогда просто Вам можете просто На бирже торговать И как бы всех Как бы Побеждать там Если вы умеете Это делать Зачем вам нужно Вообще поднимать капитал Торгуйте с плечом Тысяча Пять тысяч И все у вас будет хорошо Про Винди Я, в принципе Не знаю Сейчас было просто Приложение Вингуру Кстати, куда она делась Я просто Раньше Продился Вингуру Долгое время А вот Сейчас его нет Да, я так понимаю Остался Вебе Да, то есть Я просто раньше Я как бы Как собственно Набрал Набрел на Винди Я искал Лаборатив Внимание, что у меня Вингуру Слетел с моего смартфона Я начал сказать Куда же он делся Да, и набрел Тогда Наверное год-два Может уже назад На Винди Да Я считаю, что идея Ну как бы Клевая И перспективная Но Я бы думал Просто сегмент Очень как бы Адресабл маркет Небольшой Все-таки Но людей, которые Занимаются там Видами спорта Связаны с ветром Их не так много Может быть Надо искать там Большую сторону Там рыбаков Там и Палаточников И прочих там Всех историй Которые может быть Ну то есть Расширяет свой рынок Так-то И монетизация Наверное Правильная То у этого дела Точно есть перспектива Смарт Я Мне нравится вообще Презентация про блокчейн Как правило Люди рассказывают Минуты две Про то, что он существует Про Рынок Про то, что это здорово Что контракты В принципе Это более-менее понятно Но Когда дело доходит до продукта То есть на продукт Презентация осталась Нам два слайда Ну в моем понимании То есть я так и не понял Какой B2B сервис Или Вы можете оказать И мне надо просто Минут пять Поговорить Я тогда Смогу оценить Про социальную Как бы С Варварой Да Как бы так сказать Вернуться к этой идее Варвара Вот мое личное мнение Я немножко к Юрию Присоединюсь С Линкину Который высказался Как инвестор Мы Ну по роду Своей работы Мне много приходится Работать с социальными Предпринимателями С НКО И С особенным банком Я в общем Не по Как бы На свыше знаком В том числе Такое решение Как принималось Обслуживатель клиентов Стоя или сидя Мы долго в банке Обсуждали В некоторых банках Могу сказать И по миру Особенно кассовое Обслуживание Это обслуживание Ну как бы Сидя стоя Как мы называем Когда сотрудник сидит Клиент стоит А в некоторых банках Я видел просто Специально такие линии Прочерчены на полу Чтобы клиенты стояли Чтобы им было неудобно Чтобы они отсюда Побыстрее валили Ну как бы Так это Примерно Выглядело Мы осознанно Ну долго это обсуждали И мы считали Что Ну обслуживание будет медленно Когда Ну у вас Три миллиона клиентов Медленно Это может быть Плюс 10% времени Это Ну клиенты будут Дольше ждать Или нам придется Наращивать мощность Мы долго вычисляли И в конце концов Пришли к тому Что мы будем обслуживать Сидя Сидя в том числе Потому что Ну действительно Большое количество Инвалидов приходит К нам в офисы Мы очень Как бы Хотим Чтобы им было удобно Поэтому у всех офисов Есть пандусы Там либо система Подъема наверх То есть мы В принципе казалось бы Когда ты приходишь в офис Эта система стоит Там 250 тысяч рублей Для того чтобы поднять Кресло наверх И людям с ограничением Движения Помочь зайти Ну в общем то Это вроде как Некоммерческая инвестиция Потому что точно Никакого НПВ В этой инвестиции нет Но мы это делаем Я обращаюсь к вам Чтобы вы думали О коммерческом Может быть проекте И если вам нужна Какая-то помощь То мы Наш проект Особенный банк Мы в принципе Готовы всегда Оказать посильную помощь Мы всегда открыты к идеям Про центр туризма Я единственный момент скажу Мы тоже в общем Много занимались Физическим обслуживанием И думали там Присадить кого-нибудь Там риэлторов Там застройщиков Или там еще кого-нибудь Я Наш опыт Следующий Ну во-первых Физическое обслуживание Отходит в сторону И Как бы Те кто думает Что в квадратных метрах Счастья И в хорошем офисе Светлом Красивом Но я не думаю Что например Крупнейшее агентство Типа Тестура Или там Натали Согласятся Сесть на одну площадку И иметь арбитраж Своего тура По цене Ну как бы Может быть согласятся Я буду как бы рад Если бы я был на их месте Я бы никогда не сел То есть лидер рынка Маленький Сядет к большому Большой не сядет к маленькому Зачем мне иметь там Клиента Который посмотрит И даст там мне На три копейки дешевле То есть люди Зарабатывают деньги Им надо возможность Как бы дать Сохранить свою маржу За счет этого потеряют Вот и это как бы Ну я бы не стал бы садиться В такую бы Если бы я был тест-туром Лидером рынка Спасибо большое за комментарии Сейчас мы Я буду листать чуть-чуть У нас будет третье Второе и первое место Давайте-ка вот так Подумайте все-таки Ну там вот Подумайте И вот Звук сделайте пожалуйста Нам вот Сейчас мы еще раз Вот эту красоту сделаем Вот так вот Вот так Третье место Анатолий Назовите Кто по-вашему Зайланд Третье место И что он может Например Там Я У меня нету Третьего и второго места Я наверное Между Смартс И Хочешь первое назвать сразу Нет да И Рейзен Тогда подожди секундочку Я вот делаю так вот Раз Второе место Тоже кажется мимо И сейчас И сейчас Вот я хочу Чтобы все внимание Так набрались Действительно Да Рейзен И соответственно Смартс Это второе и третье место Поэтому А первое место Я отдам Винди Потому что Мне кажется Винди Ну вот Дорогие друзья Вот так всегда бывает Что резидент стартап шоу Побеждают в очередной раз Держи микрофон Спасибо большое За Это первое место И Мы Действительно Растем Наверное Эльман прав Может быть мы Растем не так быстро Как мы бы хотели Но Мы меняемся И Надеюсь Что наш Addressable market Это 500 миллионов Рыбаков и яхтсменов На которых Мы сейчас Фокусируемся И разворачиваем Наш курс Именно туда И Я думаю Что Когда мы В следующий раз Выйдем на эту сцену То У нас будет Ревеню Не только В B2C сегменте Но и в B2B Мы просто Вопрос Курицы и яйца Начали решать С аудиторией Вот Посмотрим Как это выйдет Спасибо Спасибо большое Ну а другим Ребятам Которые стоят на сцене Это я тоже поздравляю Потому что Во-первых Вы гипотетически Нашли себе Заинтересованных Инвесторов В ваших продуктах Обращу внимание Что сегодня Семь человек Выступало Четверо из них На сцене Это где-то 60% Ну то есть Не самый плохой Показатель Вообще Успешность Я вас С этим Поздравляю Давайте По 30 секунд Краткий Пич И мы Продолжаем Мероприятие Спасибо большое Всем кто проголосовал За нас Кто понял Нашу концепцию Я полностью согласен Что можно было Меньше сказать Про блокчейн Больше про продукт Про модель И так далее Но к сожалению Аудитория очень разная И понимание Криптовалют Блокчейна Очень разное Вот Сделаем выводы Потому что Есть что рассказать Есть что предлагать Спасибо Удачи Всем стартапам На этом все Спасибо тебе большое Спасибо большое За комментарии По поводу туроператоров Могу сказать Что у нас уже есть Договоренности с ними По сотрудничеству И они не против То есть они Не против садиться вместе Они спокойно Друг к другу относятся Дружат И это для них Дополнительная реклама Тем более в таком Огромном центре Это очень масштабная реклама И они только за По поводу экономики Мы можем предоставить Все раскладки И мы уверены в том Что этот самолет взлетит Класс Спасибо Хочу поблагодарить Всех присутствующих За внимание И пользуясь случаем Ответить на вопросы Которые прозвучали В адрес нашего проекта Достаточно справедливо Было сказано Что нужно сравнивать Проект для аудитории Которая не слишком сильно Разбирается в разных проектах К слову скажу Что наш проект Отличается тем Что мы проектируем Удобный продукт Для широкой аудитории Который будет удобен С точки зрения интерфейса И широкой аудиторией Сможет им пользоваться Также мы делаем это В регуляторном поле Что нас отличает От многих других проектов И позволяет Защищать таким образом Наших пользователей И инвесторов И соответственно Искусственный интеллект Применяется у нас Чуть более шире Чем просто игра На валютах Потому что мы Также планируем Развивать направление АИ-адвайзере То есть это комплексное Финансовое консультирование Частных лиц То есть вместо того Чтобы люди Искали Неких физических Финансовых советников Мы разрабатываем Именно АИ-адвайзере Которое будет Консультировать человека С точки зрения Его финансового профиля Который выработан Автоматически Спасибо большое За внимание еще раз Прекрасный проект Мне очень понравилось Думаю мы здесь еще Не впервые Не последний раз Спасибо тебе большое Кстати мы Знакомы с одним человеком Совершенно случайно Он раньше работал в Вайбере И мы сидели в одном офисе А я его не знаю Говорит ты меня узнаешь Я говорю Там что-то сказал Говорит да нет Вайбер А да точно Слушай Спасибо что пришел А я ему говорил Про наш шоу Наверное год назад Спасибо вам дорогие друзья Так мы продолжаем Я хочу глянуть Что у нас там будет дальше Ну да Стартап Старс Друзья спасибо Все проходите в зал Анатолий Большое вам спасибо Тоже пару слов Спасибо Пару слов И мы продолжим Нашу программу Ну что меня интересует Во-первых Ты впервые у нас на шоу Для тебя это вообще Такой жесткий экспириенс Потому что человек Из Сбербанка Принять часть В таком формате шоу Это некий нонсенс Это вообще Знаешь когда Митвы коллеги сказали Что Иван А вы знаете А тут про вас спрашивали Еще и другие у нас Коллеги из Сбербанка Они тоже заинтересованы В том же Чтобы вот тут вот Я вообще сказал Что давайте В вашем актовом зале Вашу на Вавилово 19 Вообще там как-то Все оформим Свет, звук поставим И будем там Что им проводить Какая разница У вас такой шикарный зал Отпугнем все стартапы Что же там Испугаются все Да нет Весь рынок скажет Все надо с Берой Типа Потому что самая крутая площадка Пару слов Ожидания Ощущения Ну вообще Я получил удовольствие Просто время пролетело Незаметно И мне кажется Что здорово Что ребята делают И думают О будущем Просто Ну как мне кажется Немножко где-то Не хватает опыта Где-то просто Навыков Как правильно Продвигать Свои идеи Мне кажется Свои идеи Имеют право на жизнь И Я надеюсь Что инвесторы Так сказать Рублем Будут голосовать Интенсивно Ну и Будем видеть Счастливо Видеть Эти стартапы Уже клиентами Сбербанка И обещаем Как бы Качественный сервис Оказать